Здравствуйте, меня зовут Алёна, и я врач пластической хирургии. Да, присаживайтесь, пожалуйста, напротив меня. Вы записывались ко мне? Хорошо, да. Сейчас я посмотрю по записи. Подскажите, пожалуйста, ваше имя, фамилия и отчество. Отлично. Я так понимаю, что вы записывались на увеличение груди? Да, вижу вашу запись. Хорошо. Возможно, вы пуете водичку, чай или кофе? Пока что нет. Хорошо. Если вдруг какой-то момент вам захочется что-либо из предложенного, то вы в любой момент можете мне сказать, и я вам подам. Да. Так. Хорошо. Ну что ж, давайте тогда начнем с небольшого анкетирования, в котором я позадаю вам вопросы и смогу узнать у вас побольше информации. Также смогу правильно проконсультировать вас. Хорошо? Да. Давайте начнем. Так. Сколько вам полных лет? Планируете ли вы в ближайшее время беременность? Да. Почему я спрашиваю? Так как беременность противопоказана после полугода, после операции. Так. Хорошо. Подскажите, какой размер груди у вас на данный момент? Твоечка. Хорошо. Так. Так. Были ли у вас операции какие-либо пластические? Возможно увеличение уже груди было, либо же какие-то хирургические вмешательства? Да. Так. Есть ли у вас детки? Да, зачастую девушки решаются на увеличение груди именно после рождения детей. Но иногда у нас бывают, конечно же, исключения. Да, то, что у вас двое прекрасных деток, это замечательно. Да. Так же вам нужно будет сдать анализы, чтобы у вас было полное обследование организма, чтобы я понимала все ваши стороны. Потому что есть исключения, когда у пациентов могут быть противопоказания к операции. Да. Поэтому я вам спрошу на ваш email полностью весь перечень анализов, который мне будет необходим. Также мне нужно будет УЗИ груди, ваша кардиограмма и плюс анализы. Да. Все это я вам скину на почту, как я уже сказала. И если вы будете проходить это обследование в нашей клинике, вы получите скидку 40% на все анализы. Да. Хорошо. Также продиктуйте мне, пожалуйста, ваш email, на который я могу вам скинуть данную информацию. Так. Хорошо. Ну что ж. Для начала мне нужно вас осмотреть. Да. Готовы? Не переживайте. Да. Снимайте, пожалуйста, вашу блузочку. Снимайте бюдскалтер. Так. Ничего такого я делать не буду. Мне нужно померить вашу грудную клетку. Также померить вашу талью. Так как одинаковый объем импланта может быть у двух одинаковых девушек. Но смотреться он может совершенно по-разному. Потому что одна девочка будет, например, ростом метр восемьдесят. Да. И весом в семьдесят килограмм. И на ней это будет смотреться гармонично, красиво. Да. При этом будет небольшое увеличение груди. Либо же мы возьмем девочку, которая будет метр пятьдесят ростом. Да. Например, и сорок пять килограмм. То там уже будет совершенно по-другому выглядеть грудь. Намного больше, намного пышнее. Также, конечно же, мы всегда интересуемся у пациентов. Какую грудь они хотят видеть в конечном итоге. Потому что я думаю, что это самое важное. Так как пациент хочет видеть себя в зеркале. Самой привлекательной, самой красивой. Поэтому, конечно же, мы прислушиваемся. И всегда остается последний голос за нашими пациентами. Да. Ну что ж, разделись. Так, теперь присаживайтесь на кушиночку напротив меня. Самое главное, расслабляйтесь. Да, ничего такого сверхъестественного я делать не буду. Да. Страшно, да, вам? Да, знаете, на данную пациентуру решаются зачастую девушки, у которых либо асинетричная грудь, либо маленькая грудь. Хотя у меня бывали также случаи, когда приходили девушки с довольно-таки хорошей грудью и размером, но они хотели уменьшить. Да, такие случаи тоже бывают. Я думаю, что нужно жить так, как хочется каждому человеку, если вам хочется именно такой размер груди. И если в наше время позволяет медицина это сделать, то почему бы и нет? Да. Так. Сейчас я возьму метр и буду вас измерять. Да. Так. А ну-ка, давайте. Так. 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 Так, 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 так Отлично Все, что мне нужно было померить, я померила Также я это зафиксирую в вашей медицинской карточке Потому что это все нам нужно будет для дальнейших Еще не одевайтесь Сейчас я буду смотреть вашу кожу на наличие нормальных признаков Потому что если у вас будут какие-либо повреждения на коже То операцию, к сожалению, мы провести не сможем Не переживайте, ставите так, как и стоите Сейчас я буду смотреть Так 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 Тук-тук-тук-тук Так, ну что ж Я вас полностью осмотрела Никаких повреждений я на вашей коже не нашла Поэтому все отлично Сейчас я все зафиксирую в блокноте Да, и также я вам расскажу более детально о том Какая грудь бывает, какую операцию мы можем проводить Какие методы Да, расскажу вам все более детально Так Да, смотрите, существует три вида имплантов Первый вид имплантов это круглые импланты Они значительно увеличивают грудь Размер груди, да Она становится такой пышной, круглой Второй вид имплантов это каблевидные Да, они такие вот как вытянутые, как капелька Да Такой вид имплантов очень удобен тем, что Они смотрятся довольно-таки, как натуральные И также, когда девушка ложится, да, подымается, сидит То они принимают форму, как обычные натуральные груди И смотрятся тоже красиво Также есть третий вид Это эргономический вид Это такие более сплюзнутые Она наполняется физраствором И также саживается в вашу грудь Да Тоже смотрятся довольно-таки красиво, натурально И с ней также проблем никаких нет Да Так, какой вид, конечно, вы сможете подумать У вас еще будет время Я вам, кстати, скину также детальную информацию Чтобы вы ознакомились, почитали Как раз-таки время еще есть Поэтому, да, это же у нас первая консультация Не переживайте, мы с вами еще будем много раз видеться Да Поэтому я буду полностью вашим врачом Который вас будет курировать на протяжении всех этапов Да Так, дальше, смотрите Есть несколько видов операций Как мы будем всаживать грудь Первое, это разрезается ореольчик Да И туда всаживается имплант Второй вид, это через подмышку Остается такой небольшой рубец Но через какое-то время он исчезает навсегда Да И третий вид, это под грудью Тоже у вас будет небольшой шрамик После операции Но также все сойдет на нет Да, никаких шрамов вы не увидите Вы курите Да, немаловажный момент За две недели до операции Вам придется снизить использование сигарет До двух-трех сигарет в день Да, если вы хотите, чтобы операция прошла успешно Чтобы не было никаких форс-мажорных ситуаций То вам нужно свести курение к минимуму Также за две недели вы должны прекратить принимать какие-либо гормональные препараты Потому что они будут также негативно влиять на ход операции Да, может быть какой-то исход, который мы можем не предвидеть Поэтому обязательно нужно слушать врача Да И по максимуму Додерживаться всех правил Да Смотрите После операции У вас будет около месяца Когда вам нужно носить корсет специальный И его не снимать Купаться тоже нужно вам будет с корсетом Да И его снимать нельзя Да, конечно, вам нужно будет его менять То есть вам будет несколько таких корсетов Но снимать и быть без корсета вам нельзя Да Также мы будем использовать анестезию Также хочу Нет ли у вас на анестезию никакой аллергии? Да Также сейчас я зафиксирую Да Да, я все зафиксирую Да Да, я всю информацию зафиксировала По поводу палат Да У нас есть Вип-палаты Есть обычные стандартные палаты Где мы селим у несколько человек Это уже все зависит от ваших возможностей От вашего желания Да Вы хотите быть в палате с мужем? Да, это также возможно То есть все это обсуждается Все Все это может быть Поэтому Без проблем Да, конечно, вы можете обдумать Также Я всегда буду с вами на связи Поэтому Вы обдумайте все хорошо Да Я вам пришлю анализы Сдайте анализы Чтобы вы потом уже ко мне смогли прийти на вторую консультацию В которой мы уже с вами будем решать Какой метод Импланты Размер груди Да, так как вы еще не определились И уже все остальное И уже будем потихонечку готовиться к операции И, естественно, дам вам много заданий, которые нужно будет сделать Все хорошо Я была очень рада вас сегодня видеть Тогда встречаемся уже с вами через две недели Да Все, тогда до свидания